Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В середине марта на Алтае объявили в розыск Валерия Вобликова, бывшего бойца спецназа Главное разведывательное управление, который уже в третий раз сбежал из-под стражи. Закончив службу, Вобликов, известный в криминальных кругах как ВОП, собрал банду, которая прославилась особой жестокостью. В послужном списке преступников десятки разбоев и даже убийства два человека умерли из-за жестоких пыток. Воба трижды задерживали и трижды он совершал побег, порой изобретая весьма хитроумные способы. Главарь банды не успокоился даже когда получил срок и отправился в колонию, очередное нападение он организовал прямо из зоны. В истории бывшего спецназовца Вобликова, ставшего жестоким бандитом Вобом. Валерий Вобликов, бывший боец спецназа ГРУ. О нем известно немного, в ГРУ не принято делиться данными о своих сотрудниках. Официального подтверждения биографии Вобликова в ГРУ нет. Сам он в показаниях упоминал, что служил командиром взвода ГРУ генштаба и побывал в нескольких горячих точках. По данным из открытых источников, Вобликов родился в столице Киргизии, Фрунзы, в 1970 году. В начале 90-х начал службу в ГРУ. Эта часть его жизни малоизвестна, но в ориентировке на Вобликова, годы спустя ставшего бандитом, есть до важных предложения, намекающих на его непростое прошлое. Особые приметы – на левом плече возле ключицы, а также на правом бедре – шрамы от пулевых ранений. Владеет всеми видами оружия и приемами рукопашного боя. Жена Вобликова про этот период знает лишь то, что он служил где-то в воинской части, в отделе розыска, выявлял каналы переправки наркотиков, что-то там охранял, кого-то ловил. Потом Вобликов уволился в запас, а жене сказал так – на службе платят мало, перспектив никаких, а взятки брать он не умеет и не хочет. Впрочем, если он не возьмет, возьмут другие, и в этом случае вся проделанная им работа не имеет смысла. Ближе к концу 90-х Вобликов с женой Еленой перебрались в Новосибирскую область. У них уже было двое детей, мальчики 5 и 10 лет. Они поселились в Черепаново, глава семьи устроился в школу учителем физкультуры. В начале 2004 года Вобликов сколотил в Новосибирске банду и занялся налетами на дома и квартиры коммерсантов. Бандиты действовали по отработанной схеме. 4-5 человек в масках вламывались в жилье небедных людей, где всегда можно было найти деньги, драгоценности и дорогие вещи. Жертв избивали дубинками, а особо несговорчивых пытали раскаленными утюгами. Воб и его сообщники брали на дело болгарку, гвоздодеры, скотч, молотки – все это с одинаковым успехом использовалось как для взлома, так и для пыток. Налеты банда совершала каждые 2-3 недели, и все потерпевшие отмечали, что бандиты действовали очень слаженно. Роли у них были заранее распределены, каждый выполнял свою часть работы, сообщникам не приходилось обсуждать при жертвах, кто чем должен заняться. Пока одни связывали и пытали, другие, не теряя времени, обыскивали жилищи. Дерзость банды Воба можно оценить по одному интересному эпизоду. В 2005 году жену Вобликова задержали в Костроме по подозрению в мошенничестве. Тогда ВОК всего за сутки собрал наиболее решительных членов банды и разработал план штурма РВД. Но улик оказалось недостаточно, чтобы предъявить Елене обвинение, и ее отпустили. Штурмовать отдел милиции не понадобилось. В декабре того же 2005 года в Ярославле задержали уже самого Вобликова. Следователи четко определили почерк его банды и вменили как минимум 15 преступных эпизодов Вобу и двум его главным сообщникам Руслану Кардюкаеву из Озеху Гашвили. Остальных пандитов установить не удалось. Доказательств у следователей было достаточно, и Вобу грозил приличный срок, но за несколько дней до новогодних праздников арестант сбежал из ОВД, где его содержали перед отправкой в СИЗО. То ли перед Новым годом не хотелось оставаться за решеткой, то ли сотрудники МВД расслабились перед долгими выходными, но Валерий в отделе попросился в туалет, а по пути обезоружил охранявших его милиционеров и сбежал. Во многом ему удалось это из-за отменной физической формы. Росту Воба – 190 сантиметров, при этом он не пьет и не курит. В Ярославле для поимки беглеца ввели план «Вулкан-5», но найти его не удалось. Задержали Вобликова спустя несколько дней в Костромской области. Он успел снять там квартиру, где хотел отсидеться, но не вышло. Воба отправили в Новосибирске СИЗО номер один, откуда в 2006 году бывший спецназовец сбежал благодаря хитроумному плану, рассчитанному на глупость охранников и собственную удачу. СИЗО номер один в Новосибирске – самое старое учреждение ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, в черте города. Волк попал туда в 2006 году на то время, пока следователи один за другим находили новые эпизоды в его преступной биографии. И именно Вобликов стал первым, кому удалось сбежать из этого изолятора. Одной из особенностей СИЗО было то, что родственники арестантов приходили на свидание с ними в кафе при изоляторе. Там всегда было многолюдно, заключенных к близким или адвокатам выводили группами. Вначале арестантов из камер переводили в специальную комнату, а уже оттуда вели в кафе. И Вобликов заметил, что хотя все входы и выходы в кафе держали под охранной, при определенных условиях там можно было затеряться. На воле у Воба из ближайших помощников остались жена, Елена и брат Дмитрий, младше всего на год и сильно на него похожий. Следователи, знакомые с Вобликовым, упоминали, что он очень властный человек и хороший манипулятор. А вот его брат напротив слабохарактерный и ведомый. Жене Воб сказал, что больше сидеть не может, лучше покончить с собой. Она брата надавил иначе, пообещал много денег и хорошего адвоката. И Елена, и Дмитрий согласились осуществить план Вобликова. Для начала Елена нашла бланк Новосибирского областного суда и выяснила, где сделать поддельную печать хорошего качества. В этот бланк она вписала Дмитрия Вобликова, как гражданского защитника его осужденного брата. Подпись судьи в этом бланке поделал сам Валерий на одном из свиданий. Затем с этим документом Дмитрий сходил один раз на разведку в СИЗО номер один. Бумага не вызвала сомнений у сотрудников изолятора. Тогда же на свидании братья обсудили завершающую стадию плана. В следующий раз, 8 июня 2006 года, Дмитрий пришел на свидание в СИЗО почти в такой же одежде, что была на его старшем брате. Их отличали только кепка и очки. Вобк незаметно забрал у брата пропуск на выход и его паспорт, а потом спокойно ушел под видом посетителя. А Дмитрия вывели в комнату, где после свидания арестанта ждут конвоя для отправки по камерам. Только в это время конвоиры заметили подмену. Прошло не более 15 минут после того, как Вобк вышел из СИЗО номер один, но поймать его не смогли. По одним данным, на воле его ждала жена на машине, по другим, он просто поймал такси. Но все оказалось еще проще. Вобк сел на обычный автобус и поехал к жене, а потом оба скрылись. После этого побега в изоляторе закрыли кафе и ужесточили меры безопасности. Так просто пропуск туда уже не получить. Около 10 человек той смены, в которую сбежал Вобк, были уволены. Самого беглеца вместе с женой Еленой нашли в центре Барнаула спустя несколько недель, после фокуса с братьями, они сняли квартиру на окраине города и хотели затаиться. У Вобликова уже был при себе поддельный паспорт хорошего качества, есть сведения, что его банда причастна к нападению на РВД, откуда пропало около 40 бланков паспортов. Вероятно, один из бланков и использовал беглец. В день задержания пару с самого утра вели оперативники. Слежка была настолько плотной, что в один трамвай с Вобом и его женой вошли несколько сотрудников милиции, а еще несколько ехали за трамваем в машине. В какой-то момент трамвай экстренно остановился, бывший спецназовец молнией рванул в сквер, но его успели повалить на землю и скрутить. Оперативники опасались, что Вобликов не раздумывая применит оружие, как очень свободолюбивый и опасный преступник, определение милиционеров, однако все прошло гладко, и его отправили обратно в СИЗО-1 дожидаться суда. После этого побега Вобликова в судах стал сопровождать усиленный конвой около 10 человек с автоматами. Залы Новосибирского областного суда, где шел процесс над бывшим спецназовцем, перед каждым заседанием тщательно обыскивали и осматривали. Подсудимому конвоиры завязывали глаза, чтобы он не мог запомнить схемы коридоров. Улик, собранных следствием, хватило для того, чтобы доказать причастность Вобликова к двум убийствам, хищению оружия и полутора десяткам грабежей. Его также обвинили в незаконном лишении свободы, однажды Воб с подельниками похитили человека, вывезли на его съемную квартиру и вымогали деньги. У одного потерпевшего бандиты украли карабин и охотничье ружье. Оперативники считают, что применить оружие бандиты просто не успели, их аппетиты и дерзость росли с каждым делом, поэтому вооруженные налеты были лишь вопросом времени. Не исключено, что некоторые преступления банды Воба просто не удалось доказать. Вобликов и компания ворвались в нашу квартиру, ранним утром связали всех, били, отца душили, пинали ногами по лицу и животу. Квартира напоминала бойню после их ухода. Прошло три года, забыть это не получается. И вот суд. Видели бы вы, какого паинька он из себя строил. В декабре 2007 года Вобликова приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его подельники Кирдикоев и Хугашвили получили 18 и 14 лет соответственно. Последний в банде выполнял роль водителя, но точно знал, что возит бандитов не на прогулки и не в театр. Вобликов, Кирдикоев и Хугашвили признаны виновными в том, что не имея постоянного места работы и нуждаясь в денежных средствах, в начале 2004 года объединились в организованную преступную группу, в которую кроме них входили еще пятеро неустановленных следствием и объявленных в розыск лиц. За пособничество в побеге Воба его брат Дмитрий получил год и четыре месяца реального срока, жена Елена – год лишения свободы условно. Отбыв наказание, она с детьми уехала на Алтай к родителям. В 2008 году осужденные бандиты попытались обжаловать приговор в Верховном суде, но его оставили без изменений. Бежать из колонии Вобликову не пришлось, в 2009 году у него сильно ухудшилось зрение. Дела были настолько плохи, что пришлось хирургически удалить глазное яблоко, поскольку инфекция могла поразить и головной мозг. Так в 2011 году Воб стал инвалидом по зрению. В 2015 году суд решил, что бывший спецназовец не может отбывать наказание по состоянию здоровья, но свободная жизнь у Воба долго не продлилась, всплыли его темные дела из прошлого. В 2018 году наконец-то стало известно, кто и почему напал на дом фермера Владимира Устинова, известного в Алтайском крае человека. Нападение было совершено еще в 2011 году. Поздней ночью несколько неизвестных в масках перелезли через забор и через окно вломились в дом фермеры и нанесли тяжелые травмы битыми хозяина и его жене. Чтобы заставить Устинова говорить, его жену избивали у него на глазах, несколько раз от ударов она теряла сознание. Устиновым повезло, неожиданно домой вернулся их 22-летний сын. Это спугнуло налетчиков, и они скрылись. Супруги долго восстанавливались от травм в больнице. Мы с женой случайно остались живы. Раскрыть дело долго не удавалось. Устинов в то время доказывал провальность плана «Алтайский бекон». Местные власти планировали возвести огромную свиноферму в регионе, а Устинов выступал против, по его мнению, свиноферма повредила бы экология Алтая. Потому нападение он связывал прежде всего со своей позицией, но лишь до 2018 года. После ряда показаний выяснилось, что на фермерском хозяйстве Устинова работал один из сыновей Воба. От него главарь бандитов узнал, что дом фермера, полная чаша, деньги там водятся. Тогда Воб, сидя в колонии, начал выстраивать план по ограблению Устинова. Ключевой фигурой в плане бывшего спецназовца снова стал брат Дмитрий, очень зависимый от Воба. Но ограбление пошло не по плану, и тогда участники наспех сколоченной банды затаились. Но в начале 2021 года дело о нападении на фермера наконец дошло до суда. Косихинский районный суд Алтайского края приговорил Валерия Вобликова к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы, но сразу отменил наказание из-за состояния здоровья осужденного. А его брат Дмитрий получил 7 лет и 2 месяца лишения свободы. Воб сидел под домашним арестом в ожидании вступления приговора в законную силу. 5 марта Алтайский краевой суд пересмотрел дело Вобликова, не нашел в нем смягчающих обстоятельств и решил, что сидеть он вполне может и даже должен. Так бывший спецназовец получил 10 лет реального срока. Но тут вышла заминка с конвоированием и, узнав о приговоре, Вобликов пустился в бега. Ошибка конвоиров состояла в том, что уже к моменту оглашения приговора они должны были находиться у дома Вобликова, но почему-то не сделали этого. На ноге у Воба был браслет от ФСИН, но он сообщает инспекторам лишь о нарушении арестантам периметра жилища, но не работает как GPS-датчик. Именно через браслет во ФСИН узнали о побеге бывшего спецназовца, но он успел скрыться, отследить его не смогли. Впрочем, 11 дней спустя беглеца поймали в Новосибирске. Возможно, у Воба там были знакомые, которые помогли бы ему затаиться, но вышло иначе. Впрочем, бывший спецназовец совсем не удивился тому, что его нашли и не оказал оперативникам никакого сопротивления. Теперь к его 10 годам суд прибавит очередную попытку побега, поэтому сидеть в Обликов будет долго. Сейчас Вобу 50 лет. Учитывая его пошатнувшееся здоровье, не исключено, что воли осужденному уже не видать. Но Воб может не смириться с такой судьбой. Следователи и оперативники описывают его как очень свободолюбивого человека. Свободолюбивого и изворотливого.